Проезжая на машине или проходя мимо лыбеди, что у Кремля, саму речку можно и не заметить. Она утонула в зарослях кустарников и мелких деревьев. И с конца второй недели августа здесь появились рабочие, задача которых все эти поросли удалить. Мы сначала удаляем декорастущую поросль. Когда склад набирается небольшой объем, значит приезжает трактор с измельчителем сучьев. Сучьи перерабатываются в древесную стружку и затем они утилизируются. У нас есть свалка для приема древесных кустарниковых отходов. Они там складируются. Но если есть жители, желающие, которые хотят использовать эту мульчу для своих целей на огороды, на приусадебные участки, пожалуйста, мы рады отдать. Перерабатывают деревья американского клёна с помощью вот такого измельчителя торнадо. Чем перевозить громоздкие кучи деревьев, куда проще превратить их в труху, которую потом загружают в кузов автомобиля. Такой трактор появляется у лыбеди не всегда. При малых объемах его не используют. Кстати, получить опилки для своих нужд может любой желающий. Достаточно обратиться в дирекцию благоустройства города. Лыбедь очистят на всем протяжении реки. От начала и до улицы Затинной. Удалят всю видимую растительность. Вот только самое обидное в этих работах, говорит Ирина Трошина, что уже через несколько месяцев эта работа будет не видна. Дело в том, что клён американец имеет свойство очень быстро возрождаться. То есть у него прирост составляет в течение месяца от 70 и больше сантиметров. Поэтому работу, возможно, уже буквально через месяц-полтора будет незаметна наша. Река Лыбедь не единственное место, где трудятся рабочие. Они сделали небольшую паузу для подготовки Рязани к форуму древних городов, но сейчас вернулись на свои участки. Основные силы сейчас здесь поросли, но несмотря на это у нас поросли удаляются практически ежедневно в разных районах города. Где-то мы поднимаем кроны, то есть нижнюю часть веток у деревьев вдоль проезжей части дорог, для того, чтобы улучшить и декоративный вид растений, и также способствовать улучшению видимости для автомобилистов. Благоустройство реки Лыбедь проводят раз в год или два по мере возможности, ведь нужно содержать город в чистоте. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.